Вот уже на протяжении почти недели жители микрорайона Граевка не могут воспользоваться домашней водой из-под крана. Многих смутил ее неприятный запах. Причина тому – аварийная ситуация, возникшая на Брестском участке Барановической дистанции водоснабжения. Реакция со стороны сотрудников МЧС и санитарных служб города не заставили себя ждать. Утром следующего дня после аварии спасатели организовали жителям микрорайона подвоз чистой питьевой воды. В свою очередь эпидемиологи города и области срочно занялись выяснением причин и санитарным состоянием воды в домах пострадавших. Поступили первые звонки от граждан о органическом запахе из водопроводной сети. По данному факту центром гигиены были отобраны пробы данной воды. По результатам анализов в данной воде были незначительные превышения определенных показателей. Это по запаху и по окисляемости. Данная вода пригодна для всех хозяйственных нужд. Помимо этого, по данному факту создана работа комиссии по чрезвычайным ситуациям. Также создана рабочая группа, в которую вошли руководители всех заинтересованных в данном службе. По результатам работы данной группы создан план по стабилизации обстановки микрорайона Граевка города Бреста. Меры, предпринимаемые по случаю аварийной ситуации, весьма серьезны. В трех учреждениях дошкольного образования, городской больницы номер один, санатории, профилактории Брестского, отделении Белорусской железной дороги уже был введен дезинфекционный режим. Также в этих учреждениях введено новое меню с учетом сложившейся внештатной ситуации. В настоящее время ограничения по использованию водопроводной воды продолжаются. Проводятся работы по промывке и хлорированию водопроводных сетей, а также резервуаров чистой воды. Поэтому населению мы по-прежнему рекомендуем в питьевых целях использовать бутилированную воду, либо привозную кипяченую воду. Подвоз воды у нас организован до настоящего времени с помощью семи водовозов. Он осуществляется с пяти утра до десяти часов вечера. Проблема, возникшая в микрорайоне Граевка, коснулась практически каждого его жителя. Ведь вода просто необходима как для питья, так и в хозяйственных нуждах. Многие из них надеются на ликвидацию чрезвычайной ситуации и появление долгожданной чистой воды в кране. Мы сейчас набрали воды для того, чтобы пользоваться. Ситуация эта, конечно, нас очень сильно огорчила. Вещи стирать нельзя. Вот постирала ребенку вещи. Сами знаете, сколько вещи сейчас стоят детские. Ну, вещи, не очень запах хороших вещей, поэтому ждем улучшения. То, что случилось в нашем доме и в квартире, нет нормальной воды, это, конечно, плохо. Мы пенсионеры, уже у нас нет сил таскать эти бутылки, и это все. Когда уже наладится, когда будет у нас хорошая чистая вода, боишься даже руки помыть. Не говоря о том, что уже остальное, помыться надо, все надо. Просьба большая, чтобы быстрее там сделали нам воду, чтобы мы не мучились и не таскались больными ногами. В настоящее время ограничения на употребление воды и использование ее в хозяйственных целях в районе Граевка еще действуют. Но работа по устранению данной проблемы продолжается, пока осуществляется хлорирование водопроводных сетей и их промывка. На время решения вопроса население будет получать бутилированную воду, привезенную сотрудниками МЧС с 5 утра и до 22 часов вечера. Подвоз воды осуществляется по микрорайону Граевка для всех нуждающихся. Основное расположение точек является улица Республиканская, Сипенко, Доброе, Шоссейная, Машенского, Торфяная, Скрипниково, Орженикидзе. Также эти машины осуществляют курсирование по данному микрорайону. Подъезжают по каждой заявке граждан. Информацию о проводимых мероприятиях мы ежедневно размещаем на нашем официальном сайте Брестского областного центра гигиенно-эпидемиологии. Ситуация продолжает оставаться на контроле санитарно-эпидемиологической службы.